здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики рада вас приветствовать на нашем канале вид и виртус также рада новым случайным посетителям гостям нашего канала коллегам буду вам очень признательна если вы подпишетесь на мой канал и будете следить за моими видео вы за новостями за видео за моими выходами в эфир ну что у нас вен такой классический расклад мы его немножечко расширим да мы обязательно посмотрим мысли чувства действия планы перспективы загаданным человеком ну и конечно же посмотрим что настоящий момент происходит у него в жизни что вообще между вами какая энергия вас объединяет какая энергия разъединяет подробно посмотрим конечно я понимаю что мысли чувствовать очень важно но опять же очень важно то на чем эта вся история вас держится что является связующей энергии и надо как раз поймем нужна ли вам эта история будет три варианта первый вариант будет на 2 мистического момента второй вариант будет на то что он тару и и третий вариант будет на мистическом командой с тару 1 2 3 загадывайте если нам вам нужно больше времени нам вам поставьте на паузу начнем так первый вариант мистический момент что настоящий момент между вами какая энергия сейчас прошу про энергии энергия шанса ничего правда никто не делает пауза женщина наблюдает за этой ситуации но здесь женщина просто слишком умна чтобы уже делать какие-то необдуманные шаги но вообще основная энергия которая сейчас находится между вами ну либо обитает в вашем пространстве эта энергия шанса изменить какую-то некую паузу ваших отношениях тоже здесь карты показывают паузу перемирие затишье какой-то момент возможно не общение но здесь женщина как бы издалека наблюдает за этой ситуацией она уже умна она уже не будет соглашаться на меньше она лучше будет одна чем как-нибудь но основная энергия которая сейчас настоящему им присутствует и действительно шанс начать новое по выйти как из этого за те из этого затишья выйти из этой пауза выйти из этого момента и дать возможность ситуации развиваться нам потому что уже как-то что-то посажены причем очень глубоко в этом растении пробиться ему нужно очень много времени для того чтобы выйти наружу давно уже посажен это как сказать энергия заложено семя ваших отношений которая хочет хочет как-то подняться наружу что в настоящий момент происходит у вашего загаданного человека в жизни он сейчас находится в компании друзей в каком-то помещении очень все стабильно с кем-то здоровается общается сказать что там прыгает от счастья нет возможно ли то что точно находится в компании очень спокойная обстановка это не шум не гамки не какое-то ночное заведение ты милая возможно принимает там какие-то приветствия поздравления либо здравия там привет пока как дела здоровается с кем-то вот такая как бы не очень активно не огне очень активное движение спокойствие ждет какой-то поездки ждет какого-то развития причем здесь выпал король женском обличье занимает такую больше не мужскую позицию а женскую сейчас объясню что это такое то есть он мужчина да он король мечей возможно у вас но он общается с вами и вообще как-то себя несет до в отношениях больше с точки зрения как как женщина до логику включает думает анализируют а надо не надо занимать пассивную позицию что я имею ввиду я имею ввиду энергетику вот как мужчина сказал сделал психанул сделал даже не психанул решил пошел добился этого здесь мужчина он будет рассуждать он будет думать он будет анализировать он будет ждать в этом плане очень похоже потому что вы выпали королева мечей мудрым не обязательно это не знаки зодиака это ваша энергия на данный момент какая холодная рассудительная тем раз отмерит один раз отрежет а он выпал королем мечей только в женском таком пассивном в пассивном обличье вообще как-то все тихо спокойно с кем-то встречать сейчас очень много людей вокруг него может быть он просто встречается какой-то компании может быть с кем-то где-то сидит такая присутствует лень ну вот приятно ему с кем-то общаться очень похоже когда вот сидит человек за столом и принимает там привет пока как дела ну либо принимать какие-то поздравления либо просто вот здоровается с кем-то что ли чем для него являются ваши отношения вот для этого мужчина чем для него являются ваши отношения потери потери но у него есть цель добиться их любой ценой вот только не совсем понятно чего он хочет добиваться этого союза и больше такое желание что ты по мне будешь страдать потому что любой ценой добиться того чтобы вы все равно как бы этот огонь в вашем сердце возбудить чтобы опять вот видите он заинтересован да нет про вас думает просто у него почему какая-то странная такая сейчас затея вот он заинтересован какая энергия связывает как убедит ваши отношения вы по нему страдаете ему вот любой ценой вот молчание молчанием я буду молчать вот пока начало страдать она появится я зажгу я зажгу в ее сердце этот огонь потому что я такой огненный потому что я такой сексуальный я такой весь из себя я такой мудрейший в двух лицах и король шезлов и король мечей и все равно будет выбор в пользу меня почему потому что я вот такой красавчик поэтому какая энергия энергия действительно человек себя чувствует на высоте рядом с вами ему это получает ваших отношениях и для него эти ваши отношения с ним как раз вот это за чувство того кто и что и как мне хорошо он эту энергию черпает в отношениях с вами но вообще он очень заинтересован в том чтобы вы страдали как-то не знаю может быть подсознательно так всегда было в прошлом и у него ведь на этом держится вы должны переживать должны страдать должны волноваться должны подстраиваться он этого и хочет у вас здесь пауза это пауза чем являются для вас эти отношения мудрость император правда молодой незрелой женском обличье этих отношениях вы здесь были в роли мужчины но либо выбрали за всю ответственность либо хотели тянули одеяло на себя она бывает такие активные женщины которые я все знаю я все сделаю поэтому для вас это было 7 дня для вас во первых это был очень хороший опыт либо есть тоже чем для вас ли верятся эти отношения а вы воспринимали как семью вы воспринимали как отношение воспринимает сейчас просто пауза поэтому так говорю для вас это был глубочайший опыт ярофант для вас это был глубочайший какое-то сознание истина сознание себя мудрость опыт но в этих отношениях вы были плавно главный либо мужчина был главным императором но опять же в женской позиции не у слишком много выпадает женской энергии спасибо дорогая сделай сама я посмотрю это сделаешь очень сильно вы изменились очень сильно перевернул ваше сознание очень сильно перевернул вашу жизнь три старших аркана кармические для вас отношения но вы очень сильно духовно выросли материальном плане выросли во-первых самооценка должна была после возможно каких-то моментов вырасти но очень сильно вас трансформировал на жизнь началась заново как раз позану посмотрели на свою жизнь где бы начали новую новую жизнь благодаря ему что он думает о вас настоящий момент так наверх у вас все хорошо и прекрасно но он считает что у вас есть мужчина с которым у вас конфликт либо что он думает о вас здесь можно вот такой вариант что думает вообще может думать о том что с вами есть мужчина с которым вам спокойно и хорошо но есть периодически какие-то конфликты но вообще о вас как о женщине он думает мужском лице вот он как женского вас мужском в первую очередь у вас все хорошо и замечательно и вы делаете все все чтобы чувствовать себя комфортно чтобы жить гармонии чтобы жить в роскоши чтобы жить так как вы хотите жить поэтому он думает о вас как о женщине с мужским характером причем король пентакли простите у вас все в порядке с финансами неплохо должны зарабатывать и постоянно боретесь за вот это вот то не знаю даже там не не за место под солнцем нет у вас все в порядке с вашим местом под солнцем зато как как вы двигаете различными ситуациями да как здесь на шахман на шахматной доске меняете свою жизнь ради того чтобы как ищите гармонии комфорта ищите счастье это нормально это естественно женщина которая ищет части женщина который ищет гармонию тишину участвовать что-то сделаю а потом я буду жить тишине и спокойствие вообще он думает о вас как очень серьезной сильной самодостаточной женщины плюс еще здесь по умеренности здесь будет невысокий в принципе моральный и духовный уровень у вас что насчет домашних пока вы не можете быть вместе какой то самообман что вообще он может быть с вами вместе а почему он так считает что ну как бы вас вы можете быть семьей то есть это все самообман а А почему он так считает, что это самообман? Потому что вы королева Пентахли, потому что вы решаете, потому что у вас то смечает, то есть, какой его деньги, тот и заказывает музыку. Вы ещё слишком много знаете, вы всё знаете, вы всегда всё знаете. Если вы не знаете, то вы находите эту информацию. Его это пугает, его это боится, потому что, видимо, человек не хочет, чтобы о нём много знали. Да, вы как его совесть. То есть, вы постоянно что-то узнаёте, и его как бы... Ну, ему становится не совсем ловко, потому что он чувствует себя не совсем хорошо. Это связано с тем, что вы всегда всё знаете. И плюс вы королева Пентахли, вы состоятельная человек, то есть, вы решаете, вы принимаете решение, и вы умнее. Тоже такой, может быть, нюанс, состоятельнее, умнее и решительнее. Вы умная, правда. Умная плюс какая-то информация, которую вы всегда откуда-то достаёте. Если вы будете в отношениях, у него тоже некий страх, вы здесь будете управлять, потому что здесь женщина принимает решение. Если она не знает, как принять решение, она найдёт вариант, всё равно его примет, потому что у неё мудрости больше. Что он чувствует к вам? Потерял. Что он страдает на самом деле? Он страдает по тем удовольствиям, которые он получал рядом с вами, либо которые он имеет рядом с вами. Здесь карта потери. Сохнет, давайте так, засушенный рост. Сохнет, страдает, постоянно пронзает своё сердце какими-то мыслями. Потом, как же всё-таки было хорошо. Ему не хватает тех удовольствий, ему не хватает тех радостей, которые были рядом с вами. Что же вам такое давали? Во-первых, он чувствовал себя любимым. Он сейчас очень сильно себя корит, очень сильно за многие вещи корит. Может быть, он очень переживает за вашу ссору. Но вы действительно давали ему, здесь король в таком женском обличии, то есть он действительно чувствовал себя уютно, комфортно, он чувствовал себя любимым, он чувствовал себя окутанным любовью, и он понимал, что вы делаете для него всё, с колена, чтобы этот корабль проплыл, чтобы он смог как-то двигаться, идти. Вы устилали ему дорожку, показывали, куда надо двигаться, освещали ему путь своим солнцем. Но это самое главное, вы делали его счастливым. Здесь такая корить, корит себя немножечко человек, о том, что он ужас потерял. Сейчас пытается, знаете, как собрать все мысли, собрать все какие-то пазлы, которые он разделил, есть цветочки, все разлетелись по воде, пытается их собрать. Тяжело ему на самом деле. Что он будет делать по отношению к вам? Страдать. Страдать, думать, переживать. И пытаться зарабатывать деньги, как-то начинать жить сначала, пробовать жить сначала. Не пугайтесь, это король Пентакли в женском обличии. Это король Пентакли, который ведёт себя как женщина. То есть, не ведёт себя, как испытывает энергию, как, ну, такое пассивное больше поведение, больше в ожидании. Как Ленина. Будет стараться, страдать. Он ждёт от вас шага. Он понимает, что сейчас это невозможно. Только жалость, всё остановилось, всё в прошлом. Он тебя иногда, иногда переубеждает, но опять же, сейчас всё остановилось, всё в прошлом. Всегда можно начать сначала, развитие остановилось. Он узнает, что можно начать сначала? Да? Он хочет прийти к вам красиво, он хочет прийти к вам победителем. Штёрка. Жезлов такой педант с любовью, ну, чтобы вас чем-то удивить, чтобы вы снова опять, как бы, не то, что вы полюбили, чтобы вас опять вспыхнули вот эти чувства. И он хочет прийти красиво, победителем, чтобы вы любили, чтобы им восхищались. То есть, победа и туз кубков. И вот знаете, чтобы он вас и хочет зацепить тем, что у него много женщин, которым он нравится. И на самом деле, это не так, это как образ. Он хочет в этом образе появиться в вашей жизни. Вот он такой вот весь замечательный, его все любят, его окружает любовь, а он как бы пришёл к вам. Ну, это как бы цену себе набивает. Какие у него планы по поводу ваших отношений? Не знаю, здесь дьявол и двоёка пентаклей. нам бы очень хотелось вернуться, между вами расстояние, либо мир — это очень большая вероятность, что может всё закончиться. Но по дьяволу, конечно, ему бы очень хотелось обратно назад в ваш мир. Какие у вас перспективы? Это у вас могут быть перспективы. Ну, если женщина здесь начнёт что-то делать, если женщина проявит активность, да, он хочет, чтобы вы проявили активность. Он хочет, чтобы вы как-то рискнули, не знаю, прыгнули в этот огонь страстей. Да есть перспективы, но здесь женщина является манипулятором, женщина является самым главным энергетическим центром. У вас может быть десятка кубков, у вас может быть совместное чувство, проживание, но действия должны исходить с женщиной. И вы обратите внимание, вы попадаете мужскими картами, он попадает женскими. Это не потому, что он какой-то женоподобный, нет, он может быть самый мужеподобный, самый накачанный, мускулистый, грубый, волосатый, бородатый. Но по отношению, в отношениях, именно в отношениях между мужчиной и женщиной, у него позиция ожидания. То есть вы здесь более такой человек, который строит планы и рисует перспективы на будущее, а он из серии хорошо, либо давай это делать, не будет, то есть как бы соглашается с вами, либо не соглашается с вами. Такой вот первый вариант. Второй вариант, значит он втором, я ее называю философский камень, конечно не так называется, но я люблю ее так называть, как камень мудрости, да, я ему как-нибудь философский камень, философский камень, философский камень, ну мне так нравится. Так, что в настоящий момент между вами? Какая энергия? Что же у вас всех впаула, что первый вариант, что второй вариант, вы ковичей. в такой же позиции тоже, но вот здесь именно хорошо. Но здесь у вас не разрыв, здесь пауза в переписке. Здесь кто-то за кого-то сражался, кто-то показывал свой характер, может быть был какой-то, ну небольшой такой, либо спор, либо конфликт, и переписка остановилась. Здесь нет разрыва, здесь периодически вы списываетесь, но переписываете, не переписываетесь, но есть возможность. Если хотите, напишите, то есть он с вами переписывается. Что еще между вами? Удовольствие они дают, то есть как бы вы для него это удовольствие, вы для него это счастье, вы для него что-то такое, но вам ничего не хочется. Вот ему хочется, а вам как-то уже все это претит. Не особо вы горите желанием испытывать удовольствие рядом с ним. С чем это связано? Что-то он такое сказал неприятное. Здесь нет никакой трагедии, здесь мелкие карты, здесь просто какие-то импульсы. Тут я довольна, тут я недовольна, тут я обиделась, тут мы переписываемся, тут мы не переписываемся. Какой-то трагедии здесь нет. Просто, возможно, сложная ситуация, когда люди друг друга не слышат, не понимают, либо не хотят это делать. Что в настоящий момент происходит в жизни у человека? Ой, какой-то там, у него есть такой с королем мечей рядом. Ух ты! Какой-то новый друг какой-то у него пылся, либо новая встреча. Находится сейчас в настоящий момент рядом с мужчиной, причем либо дурачится, либо как дети. Ну, такое легкое времяпровождение не с работой связано. Могут отдыхать, могут дурачиться, могут выпивать, но тут же нет алкоголя. Тут имеется в виду, что легкое какое-то времяпровождение люди посвящают себе время. Может быть, просто как новый друг, но он ему важен. Связано с деньгами, связано со спонсорством, связано с каким-то развитием на будущее. Ну, он как по другу, он как вхож в семью, наверное, все-таки, потому что с одной стороны как новые перспективы. Они обсуждают действительно какие-то новые перспективы. Причем встречается сейчас. Ничего особенного с мужчиной. Какая-то легкая, такая непринужденная встреча, новые идеи. Ему нужны новые инвестиции, потому что как-то не хватает, не вытягивает. Какой-то у них очень новый, интересный проект. Окей. Ладно. Чем для вас являются... Ой, простите. Ну, давайте так. Чем для вас являются эти отношения с ним, с этим человеком? Вы учите со сексуальной женщиной. Вы получаете от него любовь. Слушайте, мужчина вообще на вас повернут. Король кубков, рыцарь кубков, сила. Здесь прям сумасшедшее сексуальное вожделение. Здесь мужчина привязан, здесь не в привязан смысле не привязан... Ну, давайте назовем это приворожен, но только в хорошем смысле слова. Сам себя приворожил к вам. Потому что что для вас эти отношения? Как раз умение проявить свою сексуальность, умение почувствовать себя женщиной, возможность... Вы прям чувствуете, как вы можете управлять этим мужчиной, он прям в ваших руках, как котенок. И да, вы реально в этих отношениях получаете удовольствие. Могут походить на любовные отношения. То есть у меня карты тут не говорят, кто свободен, кто не свободен. Но в этих отношениях реально можете получать удовольствие. Дарить удовольствие, получать удовольствие. Но вы здесь себя чувствуете той женщиной, которая может управлять мужчиной. А чем для него являются эти отношения? Он себя прям чувствует таким королем жезлов. Не королем, простите, жезлов. Молодым вот этим вот героем-любовником, с коясницей, победителем. Он как-то отживает, как молодеет на несколько лет, чувствует какое-то некое ребячество, просыпается, активность, сексуальность. И плюс он еще познает какие-то вещи, вы же ему какую-то мудрость показываете. Тут как через вас он разбирается во многих вещах, вы ему мудрость даете. Он через вас реально мудрее. Здесь как, да, он, во-первых, чувствует себя более уверенно, более сексуальным, более таким напористым, победительным, героем. Не секс-символ, короче, но если вообще, если касаться, допустим, сексуальной темы или темы отношений, он с вами прочувствовал либо получает то, что никогда в жизни у него не было. То есть что-то такое, да, вот здесь карта, очень здесь карта, именно я ее использую в этой колоде, как раз точно, точно, что он дарован, да, вот философский камень, мудрость какую-то. Вот он в отношениях с вами через эту бурную, мезумную, сексуальную энергию понимает какие-то вещи, которых он там за всю свою жизнь никогда не знал. Но опять же, это касается его вот этого огня, страсти. То есть он, может быть, даже никогда не думал, что он может так женщину там хотеть или желать, но вы ему раскрываете его какие-то новые способности, возможности и так далее. Для него важны эти отношения, очень важны. Что он думает о вас? Так, что вы женщина, которой нужен новый союз. То есть, во-первых, вы женщина, с которой нужно жить. Не знаю, почему он с вами не живет тогда. на Девятка Пентакли. А вы, в принципе, с ним особо жить не будете, но либо не можете, потому что в Девятке Пентакли вы как та женщина, которая восхищается, либо та женщина, которая самостоятельна, либо любовница. такая хорошая, ценящая свою любовь, свободу, свое благосостояние, свое личное время. О чем он думает? Что вам нужен союз, семейный союз. Вы хотите семью, вы хотите стабильные отношения. А что он вам может дать? Восьмерка кубков, Телесо Фортуны, уровень переехал, уехал, пижонские вот эти отношения. Куда-то сходить, куда-то выйти, где-то, где-то он может вам дать брак официальный. Вот здесь для этого нужно развестись, на самом деле. Для этого нужно развестись. И тут он сомневается. Вот вы хотите вроде бы стабильность семью, на самом деле вы очень… Что на вас думает? Что вы на самом деле очень самодостаточная, и вам очень хорошо самой одной. Это может быть даже самообман, что вы хотите стабильных отношений к семье. Но вы на самом деле вообще-то такая самодостаточная, и вас напрягает. Но это его мысли. Он как бы себя таким успокаивает. То есть, зачем мне семья? Она ей так хорошо, она самодостаточная. Но вы, скорее всего, с ним в натянутых сейчас каких-то контурах. Почему? Потому что он чётко понимает, вам нужен союз по десятке пентаклей. Но когда так выпадает, мужчина может вам предлагать бизнес. Если он не может с вами построить семью, он будет вот так вот предлагать вам стабильный бизнес, какую-то историю. Так вот, чтобы вас заикарить, чтобы вы были постоянно с ним. Но он хочет, чтобы вы были постоянно с ним. Что у него в чувствах? Да, сейчас он не может их, возможно, показать. Да, он не может их транслировать. Да, он не может полноценно о них говорить. Тут даже и расшифровывать не буду. Здесь чувства есть. Может быть, он о них не говорит. Может, он и... Ну, здесь есть любовь. Причём она давняя. Это давняя история, которая тянется уже долго-долго-долго-долго. Просто он не хочет это показывать, он не хочет это афишировать. Ну, потому что сейчас это не время, это не лучшая ситуация, это не нужно. Ну, как бы не время сейчас. Не сейчас это надо показывать, не сейчас это нужно. Не можем мы сейчас играть в эту любовь, показывать чувства. Хотя шансы есть, он сам себя перекрывает. почему. Счастливый момент. Ждёт какого-то удачного случая, удачного момента. Не знаю, может быть, он просто у вас семейный, и это всё будет объяснять. Конечно, очень хотел бы быть с вами. И чувства здесь есть, и вы его шанс, и вы его дар, и вы его подарок судьбы, и вы вот тут всё, на самом деле. Что он будет делать по отношению к вам? Подстраиваться под вас будет. Вот у вас, может быть, какая-то сейчас ситуация напряжённая. Никому он вас не отдаст. То есть вот, что бы у вас не происходило в жизни, этот мужчина постоянно будет как-то рядом с вами рядом. В отношениях, в браке, в семье. Я тут не хочу лезть сейчас в эту историю. Но вот вы, как его собственность, он себя вбил в голову, что ему так повезло. Это прямо такой вот судьбоносно счастливый случай, да? Игра судьбы, происки судьбы. Такой счастливый шар. Вы его, вот всё, вот я его никому не отдам. Это моё, это моя прелесть. Он будет всегда подстраиваться, вот возвращаться. Не знаю, здесь, да, тут есть чувства, но больше доминирует, конечно, материальная сторона дела. Но что он будет делать? Он постоянно будет вас возвращать. Он будет искать какие-то моменты удачные для того, чтобы опять вас привлечь в своё поле. Будете вы там расставаться, расходиться. Он всё равно будет защищать, возобновлять вас на и притягивать эту женщину. У него от вас зависимость. Три старших... Ой, то есть два старших аркана, мир луна. Вы для него какая-то женщина, которая даёт ему эту волшебную женскую энергию, на которой он живёт. Но она ему нужна. Вот вы её как питаете, напитываете. Очень похоже, как вот... Я понимаю, что это не приворот, тут нет приворота, но очень часто люди сами себя привораживают. Девочки, которые говорят там всё. Знаете, как девочка сказала? Всё, этот мужчина, вот он будет моим мужем, а никто другой. Да будет так, да? Всё, и у неё потом понеслась. Вот он себе сказал, что эта женщина будет моей, ничьей другой. Вот она сам, может быть, не свободен, а у него с другими ничего складываться не будет. Вот он сказал, он так себе заикарил, он так себя приворожил к ней, потому что очень сильная привязка. Ну, прям сумасшедшая привязка. Я не могу сказать, что у вас здесь будет семья. Потому что он будет делать, он будет всё время восстанавливать с вами связь. Его тянет до безумия. Какие у вас перспективы с этим человеком? Ну, есть перспективы, что он будет вашим мужем только через смерть. Что такое через смерть? Это через какую-либо трансформацию. То есть что-то должно поменять форму. Если он сейчас женат, то он должен развестись. Понятно, вы не согласитесь на отношения без брака. Либо он должен как-то изменить, либо что-то должно такое серьёзное произойти. Но здесь это произойдёт, это очень, тут все карты долгие. То есть в перспективе этот человек может быть вашим мужем. Просто вопрос, есть ли у вас время. А у вас время, шестёрка мечей, семёрка мечей, десятка мечей. Но вы не располагаете таким огромным количеством времени. То есть подождать, пока у него там все дети вырастут, что ли? Ну, я извиняюсь, я шучу, но вы таким огромным количеством времени, вы прекрасно понимаете, что это самооплан. Это ждать бесконечности. То есть мужчину можно определиться год, не знаю, два года максимум. А здесь, получается, надо плыть дальше, нужно идти дальше вместе. Это такой самообман, там можно ждать бесконечно. Поэтому как бы сильно на него не рассчитываете. Максимально, что у вас... А ладно, хорошо. А какие он планы? Ну, планы строят, я уже спросила, он будет вас возвращать. То есть мечей постоянно о вас думает. Он будет любым путём. Вы для него мечта, вы для него иллюзия, вы для него фантазия. Он всегда будет принимать решения в пользу того, чтобы любым путём возвращать вас. Королева мечей наоборот, а вы такая вот мудренькая, хитренькая. Либо вы действительно уже просто хотите быть бывшей. Потому что королева мечей, она на оба какие отношения не согласится. Она поэтому и холодная такая, потому что она... Она ей либо всё, либо ничего. Ну, смотрите, время всё равно идёт. Второй вариант в данном случае, он от вас вообще никуда не денется. Он постоянно будет периодически то писать вам, то спрашивать, как у вас дела. Потому что у него всё будущее как бы за... Я корено, получается, на вас. Ему плохо. Вот он с вами вроде бы попереписывался, вроде бы даже пригласил вас там куда-то, да? Вы, может, даже не ответили. Но ему уже лучше, ему уже хорошо. Вот такой вот вариант. Ну, может, даже мёдь, может, и разведётся. Третий вариант. Второго мистического понедельника, да? Волшебного понедельника, не знаю. Мистик Мандейс. Мистик Мандейс. Что настоящий момент между вами? Какая между вами настоящий момент энергия? Семильная. Просто так, на нам уже смотрите. Ой, девочки, всё хорошо. Ну, правда, не совсем деревянный. Он из этих опилок сделан. Я знаю, что постучу на всякий случай. Семья, муж, штерка кубков. Есть прошлое, есть любовь, которая сформировала. Может быть, сейчас и притихло всё. А что вас так волнует настоящий момент? Любовь, есть чувства, есть. Какие у вас сомнения? Зачем я это сделала? Зачем мне это нужно? Неоправданная надежда. То есть вы получили что-то, чего вы не хотели. То есть у вас-то всё хорошо, вы вместе. Но это из серии. Я вот поливаю, поливаю эту пальму. Блин, она никак не вырастет. То есть как такое разочарование, ну сколько можно уже. Я вот вкладываю, вкладываю, жду, жду. Такое разочарование. Сама дура называется. Вот вы чем-то здесь недовольны? А чем вы недовольны ещё? Повешено. То есть в собственном состоянии подвешено. То есть вы никак не можете. Вот это то самое, что я хотела. Потому что у вас семейные карты. Вы вместе, вы в отношениях. Вы сейчас по третьему варианту в отношениях. Только вас не устраивают эти отношения. То есть вы не хотите таких отношений. Вам они не нравятся. Они какие-то несерьёзные. Они какие-то, ну вот рыцарские, пижонские. Я хочу серьёзного мужчину. Хотя вроде мужчина взрослый. Так, ладно. Что в настоящий момент у вашего мужчины происходит в жизни? Там в мысли, а в голове. Ой, вот он страдает. Страдает, потому что... Ой. Короли вышли. Два подряд. Нет, он хочет быть и для вас всем, и вся. И пентакливым, и жезловым, и мечевым. У него не получается. Он сильно себя накручивает. Он очень страдает. Чё, что страдаешь? А чё ты ничего не делаешь-то? Ну вот такой он у вас эмоциональный. Есть кармическая какая-то привязка. Кармический урок. Он в этом союзе получает какой-то кармический урок, знания. Полную трансформацию. Вы являетесь ему учителем. Вы его трансформатор. Такое ощущение так. На каком вы уровне находитесь? Ух. Вы маг. Вы учитель. Да. Он ваш подопечный. А вы раздражаетесь, потому что вам всего... Вы в него вкладываете энергию. Вы в него вкладываете знания. Ну по-разному там может быть. Энергию, время. Так получилось. Ну, кто-то вам учителем идёт. Кто-то... Вы просто не понимаете, почему я женщина. Я же девочка. Видите, маг даже в женском лице. В этой колоде. Владеющие с открытой седьмой чакрой. Коронной чакрой. С открытыми знаниями. Умением смешивать материи, кристаллы. То есть вы понимаете законы природы в этой жизни. Вы, может, эзотерикой занимаетесь. Вы понимаете, как... А он простой. Он обычный приземлённый пентакливый мужчина. Для чего он вам дан. Он как бы заземляет вас немножечко. Да, периодически, чтобы вы в обычную жизнь. В простую, обычную человеческую жизнь приходили. В принципе, он к какой-то степени вам и подходит. Он готов даже со многими вещами мириться. Но он, знаете, чему вас учит? Он вас учит кайфовать от жизни. Вот вы настолько высоки в своём духовном развитии. Да, вот вы у вас покоронный, твой маг, вы учитель. А он... То есть вы даже как бы энергию не прорабатываете вот в этих нижних чакрах. А он как раз человек, который вас затягивает вот в это чрево угодит. Давай там по шампанскому, давай по бокальчику, давай... У вас другие цены. Я здесь, может быть, утрирую, может быть, там не бокальчики, может быть, там просто давай там в спортзал сходим, либо давай пойдём на рыбалку. Он вам показывает земные ценности, от которых вы давно улетели. Они вам, по сути, не нужны, но как бы он должен чем-то делиться. А вы вам показываете что-то более высшее. У вас очень такой... Вот он здесь, а вы здесь не в смысле денег, образования, а энергии. Вы на верхних чакрах постоянно вибрируете. А он здесь, у него и счастье другое. Посмотрите, он, в принципе, дан... Он-то счастливчик, он живёт и кайфует от жизни. А у вас другие ценности. И у вас постоянно этот вот перекос... Как бы ты что, не видишь, что мне надо? Ну вот... А у него совершенно счастье в более таких простых вещах. У вас тоже как бы простые вещи, но более на духовном мозге. То есть, вы кайфуете от того, что вы сходите на концерт, там, не знаю, там, не знаю, концерт Бетховена или Баха, там, или там, пятая симфония. Или просто посмотрите какой-нибудь интересный интеллектуальный фильм. А он... Пойдём где-нибудь тусанём, там, пойдём сходим в гости, там, к Ивановым, Петровым. Или давай, давай попоём в машине громко. Ну вот что-то такое. То есть, у него совершенно что-то... Вам... Вы тянетесь, вам постоянно нужно расти. Ему постоянно надо кого-то, конечно, бежать. Тут... Ну да, но он, видите, он рыцарь кубков. Он рушит вообще всё ваше понимание о союзе. Да, но вам надо, знаете, как просто понять, что вы здесь энергетически сильнее. Не надо расстраиваться, надо беситься. Всё равно всё будет как-то, как вы хотите. Вы принимаете как есть. Ну, у вас урок, вы должны ему помочь вырасти. Не знаю, где он там заслужил, что... Ладно, чем для него... Вот как у нас... Что он осознаёт? Чем для него являются эти отношения? Страдает он постоянно. Болью, болью. Здесь боль, разбитое сердце. Он постоянно страдает, он хочет счастья. Для него отношение счастья. Но оно постоянно у него то слёзы, то счастье, то слёзы, то счастье, то слёзы. Он вроде бы ищет эту гармонию, он закрывается в себе. Но он хочет быть с вами. Так, он хочет быть с вами? Давайте спросим. Вообще, он считает, что вы от него уйдёте. Он очень хочет быть с вами. Он считает, что это какой-то самообман. Это вы, это вы, маг. Вы манипулируете, и вам рано или поздно надоест, и вы уйдёте. Да, легко и непринуждённо. Что вы его всерьёз не воспринимаете. Ну, это его страхи. Так, а чем являются для вас эти отношения? Союз. Королевы кубков. Семёрка кубков. Каких-то иллюзиях. То есть, вы понимаете, что этот мужчина даёт вам только эмоции, чувства, какие-то радости. А вам что нужно? А чего мне нравится тогда? Да, вы чувствуете любимой женщиной. Он даёт вам любовь. Он даёт вам какие-то фантазии. Вы не понимаете, на самом деле, этот союз. Вы вообще не понимаете, как меня сюда затянуло, в этот союз. Что я здесь делаю в этом союзе? Да, меня любят, я люблю. Что я здесь делаю? А что вам нужно получать в союзе? Ну, песня есть такая, да? Я могу себе купить цветы сама, да? I can buy something. I can buy myself flowers, да? Но мне нужно... Я сама могу написать себе имя на песке, но я хочу, чтобы ты меня слышал. Хотела, чтобы союз был, мир, общие интересы, общий мир. Двойка кубков, союз, основан на любви. Но тут ведь всё равно препятствия какие-то. У вас всё равно где-то на подсознание заложено, что любой союз идёт через препятствия. Поэтому вас и ведут через препятствия. У вас есть будущее вообще? Да, у вас есть будущее, тройка жертв. Ну, вы как-то... Вот он, вы, и вы как-то должны вот... Вот, чтобы он немножечко так поднялся к вам. Так, что он думает о вас? Вы очень много работаете, вы очень много трудитесь, вы очень много... Вы вообще крутая, вы молодец. У вас всё гармонично, вы высокого уровня интеллектуального. У вас всё гармонично в вашей жизни, вы знаете то чётко, чего вы хотите. У вас... Как бы вы гармонична сама по себе. Вы человек... Вот у вас всё как бы... И мозги, и красота, и успех, и самореализация. Ревнует вас до ужаса. Ну, он считает, что он вас любит. И вот его иногда это поведение резкое, от того, что он вас ревнует. Так, что он чувствует к вам? Вы его счастье, вы его колесо фортуны, вы его звезда. Но пока он об этом не говорит, либо пока он до этого ещё не дошёл. Почему? Блин, так боится на самом деле. Он так боится, что вы от него уйдёте. Ну, вот тип мужчины, который должен был прямо на втором и третьем свидании позвать вас замуж, либо быть вместе. Не знаю. Он вас очень боится потерять. Но он почему-то не уверен в том, что вы будете с ним. Что он чувствует? Глубочайшее уважение. И он чувствует себя с вами в полной безопасности. То есть вы тот человек, с которым можно идти в будущее. Ну, с вами очень комфортно. Пусть там у вас, возможно, ссоры, какие-то конфликты. Да, бывают очень сложные ситуации. Но... У вас нет срединного ничего. У вас постоянно какие-то крайние моменты. То очень хорошо, то очень плохо. То прям романтика, любовь. Розовые пингвины, там, не знаю, фламинго. То вообще просто вот прям какой-то... Чуть не убиваете друг друга. Но он хочет с вами семью. Он будет любым способом добиваться, чтобы с вами была полноценная семья. Он хочет с вами идти в бесконечность. Он боится вас потерять. Так, что он будет делать по отношению к вам? Ай, ну что ж ты соревнуешься с женщиной? Истерить он будет на самом деле. Женские карты. Но таким образом он растет и набирается мудрости. Он сначала как-то в штыки, а потом раз, ну мудрое же решение. Объясни, расскажи. Он будет... Он потихонечку... Вы обратите внимание, он иногда с вами считается, даже задает вопросы, даже просит что-то вам рассказать. Будет делать. Будет себя вести в пассивной позиции. Истерить иногда будет. Но он не знает как. Но вот он сложный. Да, он чуть что сразу... Сложные отношения. Ему сложна эта тяжесть, вот эту внутреннюю, которую он носит на себе. Он перекладывает на вас, и вы постоянно чувствуете, какой-то дискомфорт в этих отношениях. Не понимаете, с чем связан. Какие у вас перспективы? Пока вы не знаете, у вас восьмерка мечей, у вас хаос в голове. Вы подстраиваете под ситуацию. Вы хотите с ним стабильности, равноценного обмена. Здесь могут быть финансовые вопросы. Вас может не устраивать финансовые вопросы. Вы хотите на равных. На равных, и чтобы он был вам помощником финансовым. Пока вы этого не видите. Вообще даже не верите в то, что он вам будет помогать, и он будет вам нести некую стабильность. С одной стороны, он вас устраивает. С другой стороны, потому что перспективы-то есть, есть, есть. Что-то у вас будет какое-то обнуление в отношениях. Как начать? Заново можете начать всё. У вас будет какой-то спад, и опять обнуление. И начало нового, прям новый путь начинается. Совершенно по-новому. Но у вас так просто... Здесь тоже как бы... Вы идёте ему учителем, у вас задача, вы пока эту историю не выполните, вас всё равно будут опять связывать с ним как-то. Вы поэтому и помогаете ему словом, знаниями, многими вещами. Может быть, тогда это не слушается, может, это не воспринимает. Но... Пока... Повешено здесь может тянуться из жизни в жизнь, здесь есть какой-то нюанс. Вы должны разрешить эту ситуацию, потому что он вас будет цеплять, он будет тянуть назад. Вам надо выше ещё идти. А тут как бы... Вот урок этот исполни, иди дальше. Может, если вы это сделаете, может, как-то по-новому у вас и закрутятся отношения. Но мужчина к вам чувства. Он хочет быть с вами. Он вас любит. Такой вот третий вариант. Всего доброго. И до свидания. Такие были у вас расклады. До новых встреч, до новых раскладов. Субтитры сделал DimaTorzok